Мы уже рассказали вам о нескольких 8-дюймовых планшетах от Asus, и теперь пришел черед большого формата. Я держу в руках 10-дюймовую модель ZenPad 3S, и если бы это была котлета, она бы состояла целиком из мяса. Именно во время разработки этой модели инженеры и дизайнеры крепко пожали друг другу руки и провели немало рабочих будней в процессе создания этого прекрасного планшета. Меня зовут Андрей Немадрук, и вы смотрите видео на канале Allo. О дизайне Корпус металлический, неразборной и очень тонкий, всего 5,8 мм. Раньше про такие шутили, что можно порезаться, но мы проверили. Даже колбасу не нарезать. Зато держать в руках очень приятно, да и в сумке он места много не занимает. Весит аппарат тоже немного – 430 граммов. Обратите внимание на шлифованные грани на боковушках. Еще одно удачное дизайнерское решение. О дисплее Экран классный, с диагональю 9,7 дюйма и разрешением 1536 на 2048 пикселей. Правильное соотношение сторон 4 на 3. Идеально подходит для чтения книг и интернет-серфинга. А вот кино смотреть придется в другой ориентации. Голливуд снимает в 16 на 9 или 16 на 10. Так что будет как на айпадах. Или смотрим видео в полном экране, но слегка обрезанное по краям. Или наслаждаемся черными полосками сверху и снизу, как в лучших традициях британского кино. Матрица IPS с возможностью настроить цветопередачу. Яркая, с отличными углами обзора. Все как полагается. О железе Несмотря на столь тонкие формы, в Asus Zenpa 3S10 умудрились поместить мощную аппаратную платформу MediaTek MT8176, в которой под самые сложные задачи выделено два процессорных ядра. Архитектуры ARM Cortex-A72, работающие на частоте 2 ГГц. Для задач попроще 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц. Графикой заведует весьма серьезный чип PowerVR GX6250. Оперативки планшету отсыпали 4 ГБ. Встроенной памяти 64 ГБ. Похвальная щедрость, особенно если вспомнить про слот для карт памяти емкостью до 128 ГБ. Кроме того, что это крутой планшет, в нем аж целых два динамика. И он хорошо звучит как и в наушниках, так и без них. А характеристики просто сумасшедшие. Но, к большому сожалению, я не смогу их выговорить, поэтому вы сейчас их видите на экране по левую сторону. Здесь. Для меня справа, а для вас слева. Операционная система Android 6-го поколения, улучшенная и допилена оболочкой ZenUI, которую мы уже не раз показывали в обзорах. Я бы охарактеризовал ее как продвинутую функционально и не сильно перегруженную визуально. К тому же тут есть забавный простой режим, радикально упрощающий работу ZenUI. Если ищете от гаджетов простоты, попробуйте его. Еще Asus выпустила собственное емкостное перо Z-Stilus, которое полностью совместимо с этим планшетом. Можете докупить к нему и порисовать немного. О камерах Камера здесь номинально неплохая, с 8-ми мегапиксельной матрицей. Емкости аккумулятора хватит на 10 часов работы. Неплохо? Вполне. Вот такой бескомпромиссный флагманский планшет получился у Asus. Компания не стала экономить на комплектующих, и внешний вид аппарата весьма приятный, поэтому нужно брать. С вами был Андрей и канал Аллоо. Ссылка на этот прекрасный аппарат в описании. Подписывайтесь на канал и всего хорошего.